Опять же из Америки информация. Вышла статья, которая уже стала скандальной за это время, хотя буквально вчера она вышла. Швейцарско-немецкое издание, оно ссылается на двух независимых источников Германии в правительстве. И что же они говорят? О том, что якобы глава ЦРУ Бернс в средине января, то есть вот недавно, прилетал в Киев для того, чтобы предложить украинской власти переговоры, суть которых заключается в том, чтобы Украина заключила с Россией мир в обмен на то, что Украина отдаст России 20% своих территорий. То есть я не очень понимаю, что именно имеется в виду, если карту брать, но там так написано 20% территории. И, мол, Бернс предложил это не только Украине, а и России, но и украинская власть категорически отвергла это предложение, и российская, потому что пишет издание и у одной, и у другой стороны другое видение своего типа, ну там Украины видение своей победы, у России видение окончания этой всей истории. Как они называются? Специальные операции? Ну, хотя уже и Путин войной назвал. Так вот, США очень быстро отреагировали на эту статью, сказали, что ничего подобного, это неправда, и никаких переговоров они не предлагают ни Украине, ни России, вообще категорически не вмешиваются, тем более за потерю территории мир такой. Вы вообще, вот когда это все читали и видели, как вы отреагировали? Ну, знаете, моя позиция, она как бы, ну, в отличие от очень многих, которые пишут об Украине и вообще о войне, то есть мне кажется, что я жил дольше в Украине и работал дольше в Украине и был на большем количестве войн, поэтому я, у меня абсолютно однозначное мнение, что Украина, чтобы сохранить свою независимость, суверенитет и свободу, должна воевать до конца. Да, то есть, да, вот, вот она должна выгнать, выгнать просто, да, вот, агрессора, оккупанта со своей земли. Это моя позиция, поэтому я говорю, я когда читаю, смотрю или разговариваю с людьми, я, в общем-то, я придерживаюсь этой позиции, пытаюсь это объяснить, что иначе государство, я говорю, вот, ну, возьмите любой пример в истории, или там, возьмите Османскую империю, или Израиль, все равно, да, вот, 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 любое, вы возьмете, любой исторический пример, то есть защита государства, да, это, это единственное, ну, да, надо проливать кровь, к сожалению, это, это, да, и тут, ты понимаешь, что у тебя враг такой коварный, такой большой, из которому, которому ты доверять не можешь, потому что ты, ну, ничего из того, что они говорят, они никогда не, не держат слова, значит, ну, как можно пойти на какие, на какие вообще переговоры, то есть, ну, это, понимаете, вам угрожают ядерным оружием, и вы идете на переговоры, то есть, значит, вы слабаки, это я уже говорю о Западе, то есть, Путин вас считает гитлеровцами, вас считает коллективный Запад, как он говорит, да, то есть, украина бандеровца, вы поддерживаете, то есть, да, вы поддерживаете гитлеровцев и так далее, и так далее, да, и он вам говорит, что не закончится бронетехника, я еще пыльну ядерным оружием, и вот вы идете с ним на переговоры после этого, да, то есть, вы толкаете Украину на переговоры, потому что, ну, это, 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 это реально, это, это демонстрация такой слабости, да, такого страха, ну, что я даже не могу представить, что, что вот реально, там, не знаю, Шольц или, 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 или Макрон, ну, Байден никогда, то есть, может позвонить Зеленскому и сказать, все, хватит, мы прекращаем тебе помощь, да, до свидания, ты принимай условия, я не могу себе этого представить, я, там, Трамп куда не шло еще, могу там себе представить, что он может такой звонок сделать, ну, примерно, да, но, 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 из сегодняшних лидеров я не вижу никого, кто такой, что, кто мог бы сказать такое Зеленскому, да, вот возьми все, закрыли, потому что Европа под угрозой, экономика Европы под угрозой, безопасность под угрозой, мы под угрозой ядерной войны, довольствуйся той территорией, которая у тебя осталась, все, точка, да, и начинай с ними переговоры, я себе это представить не могу, но то, что это в публичном пространстве обсуждается, да, это обсуждается, и не обязательно агентами КГБ, как у нас любят, да, агентами ФСБ, там, агентами еще чего-то, да, там, агентами Кремля, это обсуждается людьми нормальными, которые так мыслят, да, надо же понимать, что люди могут мыслить по-разному, и у каждого человека свой вес, влияние, да, вот, 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 и есть люди достаточно влиятельные, я сейчас не про Киссингера, отнюдь, да, не, Киссингер же он меняет тоже, конечно, удивительный человек, но, да, но я не про Киссингера, есть другие влиятельные люди, которые обсуждают всякие сценарии, и есть эта тема на Западе, есть, что надо идти немедленно за стол переговоров, а есть эта позиция, я считаю, что эта позиция никчемная, она позиция лузера, она позиция труса, она позиция человека, который вообще не знает историю Европы, да, и, и, но это есть, эта дискуссия есть, и она будет, вы представляете, она будет достаточно, извините, я вас переврал, она будет очень острой во время предвыборной кампании в Соединенных Штатах, которая как раз начнется в этом 23-м году, да, так что вот так, а если мы посмотрим на опросы общественного мнения, вот, скажем, я вот, последний опрос, вот, есть такой институт, это он называется, он называется, он называется Pure Research, это один из самых известных институтов изучения общественного мнения в Соединенных Штатах, вот у них, да, что в принципе количество американцев, особенно симпатизирующих республиканцам или республиканцам вообще, значит, количество таких, которые считают, что слишком много помощи Украине, их, что на это надо остановить, их количество возрастает, вот таких людей, поэтому понимаете, что это сложно, это реально очень и очень и очень сложно. Это говорит о том, что нужно работать с общественным мнением в Америке? Совершенно верно, и в Америке, и в Европе. Надо работать, да, надо работать с общественным мнением, это совершенно точно. И в каждой стране, вот что интересно, что в каждой стране надо находить особый тон, и в каждой стране особые нюансы, особое содержание, потому что каждая культура, каждый народ, они чувствительны к разным вещам, потому что у них история такая, у них их собственная история такая. Да, вот даже посмотрим на Польшу, ну, понимаете, да, то, что у Польши большая проблема с Украиной, потому что, скажем, по поводу там Волынских событий, по поводу Бандеры, да, но когда Россия просто влетела, как, не знаю, как гена, влетела, напала на Украину, в этот момент Польша все забыла, все абсолютно, да, и стала рядом с Украиной, потому что это их история, это их история. Они понимают, что это общий враг наш, наш с ними общий враг большой. Да, да, они понимают, понимаете, но где-нибудь в Люксембурге так не понимают. Конечно, конечно. Или в Голландии, вот, поэтому тут надо находить подходы, но работать надо обязательно, потому что, я говорю, с первых полос это постепенно сходит, да, и это плохо. Но общественное мнение, ну, это избиратели, это избиратели, да, и, в принципе, у нас сегодня это лейтмотив, потому что коррупция избирателей, война избирателей, все избиратели, да, на Западе, в Европе, в Соединенных Штатах, так все это избиратели, в конце концов, понимаете. Давайте, хочу все-таки череду и хороших новостей обсудить. Давайте. Начнем с нескольких заявлений. Вот Триша Сунак сказал о том, что могут нам дать истребители. А Нетаньяху, премьер-министр Израиля, заявил о том, что Израиль может рассмотреть расширение военной помощи Украине, в том числе передачу железного купола. Ну да, да, ну, понимаете, я не знаю, насколько эффективен будет железный купол в Украине, это надо поговорить. Я вот просто нескольких экспертов читал военных, ну, реально военных людей, которые знают об этой системе. Там примитивные ракеты, да, он может сбивать. Да, да, но это, ну, Украина не Израиль, да, Украина, и не Саудовская Аравия, да, Украина все же немножко побольше, это самая большая страна в Европе, да, поэтому я не знаю, вот насколько, как, как мог бы сработать железный купол. Но это хорошо, что Израиль это делает. Нет, я очень встревожен ситуацией в Израиле, да, потому что там реально сейчас демократия под угрозой, да, если вы возьмете там израильские газеты, скажем, либеральной направленности, там, АРЭЦ или тот же Jerusalem Post, который на английском языке, но она реально очень хорошая газета, да, то есть они, там, если вы посмотрите на редакционные статьи, то там постоянно идет разговор о сохранении демократии, потому что вот это ультраправое правительство, которое сейчас, да, во главе с Натани Аху, это, в общем-то, большая угроза для израильской демократии. В общем, да, но то, что Израиль становится чувствительным, ну, это и понимает, что интересы у Израиля на украинской стороне, вот на украинской стороне интересы Израиля. Да, ну, Израиль открыл глаза, я думаю, то есть, ну, в основном благодаря Ирану. Ну, и эти акции сейчас над территорией Ирана тоже красивые, правда? Ну, это акция, она красивая, она очень-очень красивая, да, то есть, ну, да, да, это, это, Иран сейчас играет очень разрушительную роль, да, поэтому Израиль, наконец, понял, что все же в Украине решается очень многое, да, ну, да, ну, хорошо, Натани Аху правильно сказал. Если бы, если подходит эта система Украине, если реально она может защитить гражданское население эффективно, то, ну, конечно, это было бы хорошее приобретение для Украины, очень. Еще одна хорошая новость, которая на этих днях произошла, событие, которое произошло, потому что на карте мировой стран друзей Украины стало на одну больше таких, я думаю, настоящих наших друзей, потому что в Чехии выборы выиграл бывший генерал НАТО, абсолютно проамериканский, проевропейский, прозападный человек, военный человек от мозга костей, до кончика пальцев, у него даже жена, полковник армии, и он уже сделал заявление, вот, кстати, такой, ну, интересный, вот, на настоящем красивый такой породистый человек, вот, кто не видел, там, можно посмотреть, Петр Павел, он сказал, что Запад должен как можно скорее предоставить Украине все виды вооружения, перечислил, там, в том числе с истребителями, ну, кроме ядерной. Это хорошая новость. Это хорошая новость для Украины, это хорошая новость для Чехии, это хорошая новость для Европы. И даже не потому, что он там с НАТО ассоциируется, и потому, что он на украинской стороне, и потому, что он реально понимает, откуда угрозы, да, но вот Зэман, президент, он реально был, вот, он был не западным человеком, то есть он не был человеком, вот, который, у которого есть ценности, видение вообще, да, вот Европы, которые можно разделить, да, то есть, ну, президент – это фигура, президент может быть, ну, в Чехии это такая должность, там в основном премьер-министр занимается всеми делами важными, да, но президент – это знамя, это защитник конституции, это защитник, ну, это защитник, как бы, гордости страны, поэтому Зэман вообще не соответствовал этой роли, с моей точки зрения, да, а вот этот человек, да, этот человек, да, это хорошая новость, это реально хорошая новость, я даже не ожидал, да, что он так, при этом победил достаточно легко, да, то есть, если посмотреть на цифры, да, поэтому это, это, да, очень хорошая новость. Разбавлю, видите, уже столько хороших новостей, но я же не могу так, чтобы все время вы улыбались, давайте я вам другого сейчас дам. А что мне, друзья, улыбаться? Я же в этом, меня же записали в этот, в дубайский батальон, что мне улыбаться. А мне тут в комментарии пишут, Олеся хорошая женщина, но по-еврейски хитрая. Значит, я вам сейчас... Вот что бы это значило? Вот что бы это... Этому нашему зрителю я сейчас по-украински просто следующую новость прочитаю, которую с Савиком хочу обсудить. Савик, мы сегодня столько ваших лучших друзей обсуждаем, вот сейчас еще одного вашего лучшего друга, хочу вспомнить Лукашенко, которого зовут, съездил он недавно в Зимбабве. Феерично съездил, ну, потому что нигде же в других местах приличных не принимают. Там с песнями, с плясками, все как положено, ярко. Приехал он туда с подарками, тракторы там президенту Зимбабве подарил. У меня вот был на днях эфир с Александром Невзоровым, ну, а он как раз вот такой человек очень остроумный и ядовитый. Он говорит, ну, конечно, туда, Лукашенко не с пустыми руками привез трактор, приехал. Ну, и уехал, он говорит, не с пустыми руками, потому что, говорит, все, кто уезжает из Зимбабве, увозят с собой частичку их главного достояния, а именно СПИДа, потому что, говорит, там, в Зимбабве, не больных СПИДом просто днем с огнем, типа, не найдешь. Ну, я на что отреагировала, говорю сразу, так быстрее пусть теперь едет к своему подельнику, к Путину встречается и там хорошенько расцелуются, ну, чтобы как-то уже ускорить все эти процессы. Смотрели вы за этим фееричным зрелищем, наблюдали или нет? Нет, меня вот СПИД заинтересовал, потому что, потому что вообще-то зима Зимбабве, ну, так, ну, не самая хорошая статистика, ну, не такая. Ну, а, вот, значит, чтобы заразиться СПИДом, надо заниматься сексом. Самое опасное – это сексом с мужчиной, то есть, ну, если мы говорим о Лукашенко, это самое опасное. Значит, без предохранения, то есть, без презерватива, и, значит, я не уверен, что Лукашенко еще может. То есть, ну, я, нет, я, я, я... Мысли, а что там мочь, ну, как бы... Нет, нет, там... Можно было ничего не делать, это же смотря с какой стороны, так сказать, посмотреть. Стоять он может еще? Или лежать? Ну, нет, лежать-то он точно может, но... Я говорю, куда ему деться? Ну, а это... Не знаю, как-то... Я не... Нет, СПИД он не привез точно. Может, кто-то из его окружения, но он точно нет. Привез он туда трактор. Ну, привез он туда трактор. Мог туда привезти... Не знаю. Может, что угодно. Слушайте, я говорю, вот для меня... Ну, это, Леся, я уже повторяю, поэтому, ну, хорошо, повторю еще раз. Для меня Лукашенко не президент. Для меня Лукашенко это просто сегодня один из... Как бы тут сказать... Ну, хорошо, хорошо, давайте я тоже избитую фразу скажу. Слово избитое использую. Гауляйтер. Да, вот он есть для Путина, вот кто он есть. Белоруссия не его. Аэродромы используют. Россия полигоны использует. Россия фабрики, которые ремонтируют и так далее, и так далее, и так далее. Заводы, да, используют. Россия. Все использует Россия. Ну, понимаете, то есть Белоруссия и Белоруссия себе сейчас не принадлежит. А так как он еще и выборы проиграл, да, то вообще кто он? Да, да, вот никто. И он для Путина никто. Вот поверьте, вот сколько я понимаю Путина, для него Лукашенко это никто. Просто никто. Поэтому, что он туда повез и что он оттуда привез, это такое... Ну, это просто... Понимаете, мы, когда мы говорим всем бабу, мы же скорее, понимаете, это как, не знаю, это как... Мы же как... Мы немножко над Африкой издеваемся. Вот в чем дело. Да, я не хочу этого делать. Ну, потому что... Невзоров говорит... Ну, я не специалист по Зимбабве, поэтому я его второй раз процитирую. Он говорит, что там они единственные, кто на официальном уровне признают до сих пор культ вампира, вампиризма, и для них это типа важно, они там прям вот используют все эти ритуалы. Они ритуалы, да, ритуалы они используют, это точно. Я не знаю, насколько это официально. Я тоже не эксперт по Зимбабве, признаюсь. Я немножко, немножко боком эксперт по СПИДу в Африке. То есть, ну... Ну, вы работали же там в миссиях. Да, я работал там в миссиях. Да, в Чаде в основном, в Камеруне, там, в Центральной Африканской Республике. Да, но... Леся, ну, слушайте. Ладно. Зимбабве... Я бы очень хотел покататься по Зимбабве, посмотреть. То есть, любопытно. Если... Ну, у них остались. Я не знаю, насколько на институциональном уровне, да, но, конечно, у них все эти обряды остались. Это да, это да, это точно. Это точно. Все шаманские, всякие другие, там, да. Только шаманские. Жертвоприношения и все остальное. Это все осталось. Цавик, будем потихоньку закругляться. Сейчас 27, мы в эфире. Нас смотрят 12 580 зрителей. Растет на двух ютуб-каналах, растет все время количество... Почему растет? Почему? В прошлый раз было 15. Нет, я имею в виду на протяжении эфира. Каждый эфир же по-разному. Я сейчас сравниваю с нашим, да, как мы начали и как мы сейчас идем. То есть мы не падаем... Я как ребенок. Я говорю, да, мне три конфеты. Нет, нет, там все. Забыли. У нас по-разному нас смотрят и очень хорошо потом досматривают. Потому что, ну, вот мы собираем на нескольких ютубах. У нас где-то там до миллиона общее количество просмотров. Так что спасибо всем, кто и смотрит, и кто потом читает текстовые версии. Подписывайтесь еще раз, пожалуйста, на нашу. Я больше глупостей не говорю. Не, ну, Савик, знаете, когда падает во время стрима, начинают падать просмотры, это значит, зрители дают тебе так... Понять, что хватит. Что... Закругляйся. Да. А здесь вот все время так мы растем, растем, растем. Знаете, я хочу на финал, вот я оставила тему, о которой вы опять же уже сверху упомянули, но я бы хотела конкретно вот у вас спросить, что в этой ситуации делать. Потому что Лукашенко, да, он не президент. А я хочу сейчас обсудить настоящего президента, одного из символов реформ в стране, одного из символов тех, кто берет и делает из отставшей, коррумпированной страны процветающую страну. Я имею в виду, конечно же, Михаила Саакашвили и то, какое чудо он сумел сделать в роли президента в Грузии. Михаила Саакашвили, который на сегодняшний день еще и гражданин Украины. И смотреть за тем, что грузинские власти под руководством России творят с ним, ну просто нереально. То есть практически каждый день мы видим, оттуда приходят новости, одна хуже другой, как он выглядит, как он себя чувствует. Врачи говорят о том, его представители говорят о том, что он в реанимацию постоянно, они его отвозят. Но, судя по всему, лечения нормального нет. Более того, то, что они с ним делают, скорее можно назвать не лечением, а калечением. То есть они его туда и доводят, то есть к могиле буквально. Скажите, ну что можно делать, что нужно сделать в этой ситуации, чтобы его освободить и чтобы его перевели в другую страну, в Украину, пожалуйста. Он гражданин Украины. Вот там президент Зеленский выступил с заявлением, с обращением. Чтобы забрать его оттуда. Значит, мы понимаем, мы понимаем, я не знаю, все ли это понимают, но мы точно понимаем, я говорю, мы, это немалое количество людей, что то, что происходит в Саакашвили, это месть Путина. Это даже не грузинская месть. Хотя, конечно, есть люди в Грузии, которые хотели бы отомстить. Тот же, например, министр Грузии. Есть, потому что он проводил реформы, и он проводил реформы очень энергично. Естественно, много врагов создал себе. Но сейчас то, что происходит, это происходит уже больше, чем человек, это больше, чем президент, это больше, чем одна личность. Это происходит издевательство над Западом сейчас. Вот то, что они делают в Саакашвили, это издевательство над всем цивилизованным миром. Просто мы, ну, это даже в словах, это словами не опишешь. То есть они реально его убивают. Медленно, медленно. Знаете, как говорили в средние века, когда говорят, нет-нет, когда брали в плен иногда, или когда сажали, говорили, нет, ты будешь меня умолять, чтобы я тебя убил. Так тебе будет плохо. Значит, вот что они делают в Саакашвили. Вот они именно применяют вот эти методы. Поэтому сейчас, если раньше, я говорил, я думал, что если вот, не знаю, Байден стукнет по стулу, и премьер-министр Грузии, он там, да, и все там эти, и Ванишвили, и так далее, да, но сейчас это должно быть больше, чем. Я думаю, что это надо уже поднимать на уровень, не знаю, там, на уровень G7, да, то есть вот большой семерки, не знаю, надо какие-то санкции вводить против Грузии. Надо угрожать уже санкциям. Потому что, я говорю, это издевательство над, это издевательство над, ну, это издевательство над человечеством. Да, это больше, чем уже над одним человеком. То, что происходит. Поэтому я уже думаю, реально, вот по-настоящему санкционный режим надо вводить. Потому что, а как? Вот как можно так вот себя вести? Так что я думаю, да, я думаю, что это должно идти на уровень уже выше, чем Соединенные Штаты. То есть, типа, почему я говорю большая семерка? Потому что, в принципе, это самые развитые, самые богатые демократии в мире. Да, поэтому, то есть, от них очень много зависит. Если они начнут угрожать санкциями, может быть, это подействует. Да, но, конечно, все, что происходит в Саакашвиле, показывает еще раз, что у людей, которых... То есть, у людей, как с мышлением Путина, с образом действия, как у Путина, вот это вот показывает... Вот то, что происходит в Саакашвиле, это истинное лицо, то, что называется путинизмом. Вот так. Со своими противниками, даже людьми, которые тебе не симпатичны, даже там, да, вот так вот, вот так. Так, да, в камеру и давай пытаться. Мне кажется, это дело чести Запада всего. Это дело чести Запада. Сейчас, да, это дело, да. Если бы Запад так понимал. Да, если бы Запад так понимал. Ну, слушайте, я надеюсь, это все, что я могу сказать, это все, что мы можем сказать. А что мы можем сделать? Что реально мы можем сделать? Все время говорить об этом, все время поднимать эту тему. Не забывать, не молчать, обращаться. Да.